Команда из Равенского района самая многочисленная 60 спортсменов. Турнир проводили в честь Петра Терехова, мастера спорта, чемпиона России. Он первым организовал секцию по греко-римской борьбе. Ребятам затея понравилась. Терехов Петр Алексеевич более 30 лет проработал в детской спортивной школе. Был одним из ведущих тренеров не только Равенского района и не только даже Московской областной Российской Федерации. Сегодня в его память уже восьмой раз проводится кубковый юношеский турнир. Борцы приехали из Подмосковья, Иваново, Тулы. Всего 26 команд. Турнир проводился не первый год. Борцы успели подружиться. А выступать в большом зале на новых коврах удобно. Есть возможность способности раскрыть. И вот уже то, что Борис Соглебский приобрел ковер, это очень дорогостоящая вещь. Для того, чтобы развивать борьбу, огромное спасибо Кройному Виктору Алексеевичу, изыскавшему возможность. Теперь наш дворец отвечает всем требованиям. Почему именно этот вид спорта вы выбрали себе? Я не выбрала, я один раз пришел, мне понравилось. Я начала тренироваться. Очень интересно стало. Иногда в футбол играем, иногда тренируемся. Боремся. Мам говорит, успехи есть. Вот я и начинал. Турнир показал, греко-римская борьба привлекает все больше мальчишек. Начиная заниматься с 4-летнего возраста, к 10-11 годам спортсмены достигают чемпионских титулов. Ребята говорят, борьба – занятие для настоящих мужчин. В первую очередь спорта развивает волю, но в нашей жизни без силы воли как? Никуда. Хотели бы, чтобы ваши дети занимались этим видом спорта? А как же? Ждем, ждем в дальнейшем. Я занимаюсь с 4-х лет. Скажи, пожалуйста, есть какие-то уже личные у тебя успехи в этом виде спорта? Да. А именно? Там питали, грамоты, кутки. Когда объявили 15-минутную готовность, ребята ринулись разминаться. Зрители, а их на этот раз оказалось много, ждали начала турнира. Больше всех, конечно, волновались родители. Мама говорит, занимайся. Я уже стал чемпионатом российского турнира. Ух, 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 ух. На Москву есть время. Во-первых, не надо за ноги брать. Это, ну, как бы, двумя, двумя руками за шею не надо. Нарушение считается. И втыкать в матрики. Понятно. А для того, чтобы стать чемпионом, какие требования надо допустить? Ну, требования. Надо просто продумать все. Каждый прием нужно продумать. Но сначала нельзя сразу захватывать. Для начала нужно проверить соперника, подергать за шею. По предварительным итогам турнира раменские борцы претендуют в лидеры. Ольга Скрябина, Александр Венченко. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова